Трёх сетов доказал своё превосходство над чехом Яном Гернахом. Ещё два представителя России на этих соревнованиях, Игорь Куницын и Кимурас Дубашвили, минувшей ночью борьбу за главный приз прекратили. А вот турнир в польском Сопоте проходит для нас пока без потерь. Первый ракетка России Николай Давыденко за счету титулов завоёванным год назад начал с победы над румыном Андреем Павелом. На женском турнире в Сан-Диего в третий круг пробилась Надежда Петрова, которая оставила неудел ещё одну представительницу России Елену Бовину. В рамках первого раунда с разным успехом сыграли ещё три наши соотечественницы. Алла Кудрявцева одержала победу, а Ольга Пучкова и Ярослава Шведова потерпели поражение. В Стокгольме Елена Веснина накануне уверенно взяла верх над хозяйкой портов Софии Армитсон. Андрей Алексеев, Вести Спорт. Здравствуйте, Метео ТВ о погоде на завтра. Студия Екатерина Решетилова с информацией Гидрометцентра России. На большей части Дальнего Востока сохранится пониженный фон атмосферного давления. На севере его поддержит обширный циклон, но дожди там небольшие. На юге продолжает свой путь другой, более активный циклон. Завтра он покинет Приморье, там дожди ослабеют и потеплеют до 29 градусов. Теперь сильные дожди ожидаются на Сахалине. И здесь всего лишь 14-19. А вот в Забайкале осадков не хватает. Более того, атмосферное давление растёт, обещают сухую погоду. И при жаре до 35 леса остаются в большой опасности. Восточной Сибири лишь на самом севере. В Антициклоне обойдётся без осадков. На остальную же территорию усилится влияние циклонов. Поэтому в центре и на юге Красноярского края дождей станет больше. Местами прогремят грозы. Но при южном ветре станет ещё теплее. На юге уже до 33 градусов. В Западной Сибири тоже тепло. На юге под 30. В автономных округах около 20. Но везде кратковременные дожди с грозами. Лишь на юге Тюменского высоты в стороне от атмосферных фронтов осадки прекратятся. Днём там плюс 21-26. На Урале до 28 грозовые дожди возможны лишь в Курганской области. На европейской территории России погоду продолжают определять циклоны. Больше всего осадков с грозами и сильным ветром ожидается в центре и в Черноземье. Местами не исключён град. Днём здесь от 20 до 25 градусов. На севере чуть прохладнее. Грозовые дожди пройдут и здесь. На Средней Волге, а также на юге, к сожалению, без изменений. Опять сухо и очень жарко. По 30-35 в Калмыкии и Астраханской области под 40. В Санкт-Петербурге без осадков. Ночью 12-14. Тепло днём 22-24. В Москве под утро 15-17. Днём 21-23. Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди местами сильные. И грозы с порывистым ветром. Я желаю вам всего самого доброго. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!